Детская оздоровительная кампания Смены делились по тому или иному профилю. Ребята могли быть в лагерях с опорой на изучение иностранных языков или пойти по профилю технического творчества. Еще одна особенность летней детской кампании этого года – рост палаточных лагерей. В них ребята одновременно занимались робототехникой и, к примеру, обучались в культуре туризма, ходили в походы, изучали основы оказания первой медицинской помощи. Когда ты любишь детей, наверное, все границы и все проблемы решаются. И это главный критерий подбора персонала и кадровой политики. У нас работают только те вожатые, те повара, те охранники, те медики, которые очень любят детей. Сегодняшний ребенок, он непростой, понимаете, в их жизни очень много всего нового. Но вот учиться общаться и общаться с людьми и любить это общение, этому учит наш лагерь. Конечно, какой лагерь можно представить без вожатых. В рамках подведения итогов также состоялось честование молодых победителей региональных конкурсов в сфере отдыха и оздоровления детей. Среди лучших вожатые студенческого педагогического отряда «Черная икра». У нашего студенческого педагогического отряда существует девиз. И он звучит все лучшее детям. И я считаю, что любовь детям дарить надо. И если ты будешь любить ребенка, он полюбит тебя в ответ. Всего в этом году в нашем регионе работало 525 организаций отдыха и оздоровления детей. Отдохнуть в них успели 53 тысячи мальчиков и девочек, в том числе и с других регионов. Ринат Алиулова, Данил Сурков. Новости Ульяновской правды.